МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире новости города Прибайкалья на канале Ангара Медиа. С вами Ангелина Борисова. В повестку 39-й сессии Законодательного собрания Иркутской области вошло более 30 вопросов. В первом чтении внесены поправки в Устав Прибайкалья. Они обусловлены изменениями, внесенными в Конституцию страны. Кроме того, народные избранники обсудят использование частными предпринимателями патентной системы налогообложения, изменения в закон об обеспечении жильем детей-сирот, согласно которому их освободят от платы за наем квартир, которые им дали для проживания, согласно действующему законодательству. Кроме того, в Заксобрании обсудят также несколько вопросов в сфере госстроительства и местного самоуправления, а также в области управления госсобственностью. Все нужно делать вовремя. Вчера было слишком рано, а завтра будет слишком поздно. Этот цитат отлично подходит к ситуации с ангарскими дорогами. Большая часть городских улиц покрыта снежными наростами. Снегоуборочная техника есть. Вот только пока коммунальщики занимаются тем, что разгребают во всех смыслах этого слова тот объем работы, который накопился за несколько дней. Совсем опильного снегопада в минувшие дни в Ангарске не наблюдалось. Или, как любят оправдываться чиновники, месячной нормы осадков. И только наросты, сугробы на обочинах свидетельствуют о том, что на этих улицах дорожные службы не появлялись несколько дней. И как оцениваете качество наших дорог сейчас в Ангарске? Да нормально. Как оцениваете состояние дорог сейчас в Ангарске? Плохо. Что именно вас не устраивает? Бугры, нечищенные. Колья. Я где живу, центральная, чистится. А вот еду, например, где-то в заковулках. Плоховато. На улице Коминтерна, например, техника занимается уборкой снега с обочин и дорожного полотна уже вторые сутки. И вроде бы в пору засыпать похвалой коммунальщиков. Но есть одно но. Работы потому и затянулись, что сейчас устраняются последствия несвоевременного выхода техники и рабочих на место. Объем работы действительно большой. В минувший понедельник уборка и вовсе проходила в час пик, когда ангарчане возвращались после трудового дня. В настоящее время еще очень много городских улиц, в том числе и перекрестки, находятся в плохом состоянии. Отметим, по словам пользователей соцсетей, многие писали о проблеме в аккаунт мэру округа, но уверяют, что негативные отзывы городоначальник просто удаляет. Ангелина Борисова, Алексей Резник, Новости 360, Ангарск. В Иркутской области автомобильное топливо – одно из самых худших в стране. Это показали проверки 2020 года. Как это выяснили и где именно разливают некачественные нефтепродукты – далее. Почти ювелирная работа сотрудники испытательного центра Иркутского ЦСМ. С точностью до миллиграмма наливают пробы дизельного топлива по емкостям, а затем с осторожностью помещают их в спектроскан. Это прибор, который определяет количество серы в нефтепродукте. По норме это вещество не должно превышать 10 миллиграммов на килограмм горючего. Ведь чем больше серы, тем больше выхлопных газов попадет в атмосферу. Причем такие нарушения при проверке топлива выявляют нередко. Бывает и в 10 раз, бывает и в 2 раза, бывает и в 25, бывает и в 500, бывает и в 700 миллиграмм на килограмм. Это, конечно, уже получается по этому показателю. Если получается на образце, то получается и стандартное топливо. Превышение количества серы – это не единственное нарушение, которое выявляют при проверке топлива в Прибайкале. Да и вообще, Иркутская область по итогам 2020 года попала в список субъектов с самыми некачественными нефтепродуктами. Правда, из-за пандемии надзорные мероприятия проводили с учетом ограничений, то есть в основном по обращениям. Обращения поступают от граждан Иркутской области, но и также от юридических лиц приходят обращения. Все рассматриваем. В результате мы выезжаем к субъекту хозяйственной деятельности, в отношении которого поступило обращение, отбираем образцы топлива, на которые пожаловались, и проводим испытания. В Прибайкале среди проверенного топлива выявлено примерно 40% нарушений. В частности, некачественные нефтепродукты разливали на одной заправке в Шелиховском районе, а также на нескольких АЗС в Усольском. Всего в регионе отобрали почти 2000 образцов. По бензину доля выявленных нарушений составила около 3,5%, по дизельному топливу – 15%. Проверяют нефтепродукты еще и на количество метанола, этанола и многих других веществ. Также сотрудники испытывают смазывающую способность дизельного топлива. Вот здесь вот в ванночку налито дизельное топливо, 2 мл. Пластину, которую я вам показывала, она закрепляется горизонтально вот в этой ванночке, а шарик закрепляется вот на этом штоке. Ему задается возвратно-поступательное движение, такое при испытании, где регулируется и ход, и частота хода регулируется. Он так трется по час-15 минут при тоже вот 60 градусах. В результате трения на шарике должен остаться след, его диаметр не может превышать 460 микрометров. То есть его можно разглядеть только под микроскопом. Если этот показатель выше нормы, то у машины быстро износятся все металлические детали, и она быстро сломается. Чтобы поломок было меньше, жители Пельбайкаля могут помочь в борьбе с некачественной продукцией на заправочных станциях. Достаточно сообщить о нарушениях в отдел Госнадзора, СМТУ Росстандарта. Сотрудники ведомства проведут проверку. В случае, если информация от людей подтвердится, то АЗС оштрафуют. Также потребители могут обратиться в прокуратуру, чтобы получить компенсацию. Альберт Домнин. При содействии НТС. Новости 360. Ангарск. Фонд капитального ремонта Иркутской области ведет претензионную работу со строителями, выполнявшими работы с 2016 по 2019 год. Пока в списке 26 адресов. Компании устраняют недоделки в разных районах и городах, в том числе Ангарске, Иркутске и Усолье-Сибирском. Ранее жители жаловались на некачественный ремонт крыш домов. Ранее эксперты провели проверку ценообразования и проектно-сметной документации. Вопрос реабилитации пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией, остается актуальным и по сей день. Этот процесс занимает много времени. Очень длительное восстановление после ковида, ожидая тех, кто перенес его в тяжелой форме. Поражение легких при пневмонии или тромбозе требует специфического лечения. Какого, нам рассказали в клинике профзаболеваний не медицины труда и экологии человека. Если человек переболел коронавирусом в легкой или средней тяжелой форме, восстановление займет несколько недель. И тут важно находиться под наблюдением специалистов. Все-таки хочу немножко напомнить, что коронавирусная инфекция может протекать в легкой форме в виде фаренгита, ренита, а также с пневмонией средней степени и тяжелой степени тяжести, с дыхательной недостаточностью и без дыхательной недостаточности. Вот как раз для диагностики пневмонии именно на фоне коронавирусной инфекции в нашей клинике используется МСКТ органов грудной клетки. Специалисты клиники подбирают для пациента комплекс мероприятий. Восстановительные процедуры должны помочь человеку вернуться к нормальной доковидной жизни. Реабилитация преследует целый ряд важнейших целей. Мы активно используем медикаментозную реабилитацию. Сюда входит витаминотерапия, аскорбиновая кислота, препарат, улучшающий мозговое кровообращение. Также по показаниям мы корректируем гипотензивную и сахароснижающую терапию. Значит, у нас есть прибор, который генерирует озон. Озон – это газ, который растворяется в физиологическом растворе и вводится в интервен накапельно пациентам. Озон оказывает очень благоприятное воздействие на организм, он оказывает иммуномодулирующее действие, также способствует улучшению кровообращения и оксигенации в тканях, легких, головного мозга, печени и почек, что особенно актуально для пациентов, которые перенесли коронавирусную инфекцию с пневмонией, особенно с гипоксией, с дыхательной недостаточностью. В реабилитации также активно используется электрофорез с лекарственными веществами. Под действием электрического тока они поступают в организм пациента. Сухая углекислая ванна при восстановлении дает ощутимый иммуномоделирующий эффект. Дыхательная гимнастика занимает очень важную ступень в реабилитации пациента. Продолжительность занятий будет зависеть от степени тяжести перенесенной болезни, возраста и самочувствия пациента. Выдох удлиненный в полтора-два раза. То есть если человек отдыхает, то есть короткий вдох, то есть раз, два, три, то выдох удлиненный раз, два, три, четыре, пять. То есть насколько получается выдох. Клиника Восточно-Сибирский институт медико-экологических исследований в Ангарске. 12-й А микрорайон, дом номер три. Ангелина Борисова, Алексей Резник, новости 360, Ангарск. Российские вузы скоро смогут вернуться к очному формату обучения, пообещал глава Миноборнауки Валерий Фальков. Два месяца назад студентов большинства институтов перевели на дистанционное обучение из-за пандемии коронавируса. В Миноборнауке уточнили, что за иностранными студентами, которые не могут въехать в Россию, сохранятся бюджетные места. Отмечу, отменять зимнюю сессию в вузах не стали. Всероссийский флешмоб «Сан Саныч Беги» поддержали бойцы ангарского ОМОНа. Офицеры спецподразделения Росгвардии совершили лыжный забег в честь Александра Большунова. Как сказали инициаторы акции, сегодня четырехкратный призер Олимпийских игр особо нуждается в поддержке. Напомню, накануне на российского лыжника Александра Большунова подали заявление в финскую полицию. Все произошло после скандала на этапе Кубка мира в Финляндии. На финише стафетной гонки фин Йони Мяки подрезал Большунова, и тот отмахнулся палкой. А после финиша россиянин еще и врезался в него. За неспортивное поведение российскую команду дисквалифицировали и лишили бронзовых медалей. Не переключайтесь, далее немного полезной рекламы. В стоматологическую клинику на постоянную работу требуется медицинская сестра. Требования. Наличие действующего сертификата, умение работать на ПК, исполнительность. Подробности по телефону 8 908 668 07 83 или 55 03 79. Хотите купить шубу без наценок и посредников? От реального российского производителя. Приходите на ближайшую в нашем городе распродажу от фабрик из Кирова и Пятигорска. Столица меха. Если у вас есть темы для сюжетов, то звоните по телефону 54 88 07. Также напоминаем, все репортажи можно увидеть в наших группах ВКонтакте «Одноклассники». А еще больше новостей в нашем инстаграм-аккаунте «Ангарск», нижнее подчеркивание, 360. Это было все на сегодня. Я говорю вам до свидания, но не переключайтесь. Далее прогноз погоды не только для ангарчан, но и жителей других городов Прибайкале. Здравствуйте! Это погода на канале «Ангара-Медиа» и я, Екатерина Костюмова. В Байкальске 27 января до обеда снег. Днем температура воздуха составит 20 градусов ниже нуля. В темное время до 28 мороза. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 731 миллиметр ртутного столба. В Листвянке пасмурно. Днем минус 24 градуса. К вечеру на термометре можно будет наблюдать минус 27. Ветер северо-западный 2,4 метра в секунду. А теперь о погоде в Ангарске. В среду переменная облачность. В обед 26 градусов ниже нуля. Ночью 33 мороза. Ветер северо-западный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 739 миллиметров ртутного столба. И на этом у меня все. Смотрите метеопрогноз на канале Ангара Медиа. А я желаю вам отличного настроения в любую погоду. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok